Приветствую вас. Хорошо вам ответил мой коллега Борис Попустинский. Вот, я думаю, что его ответ как мнение, как вариант, вполне хороший. Я со своей стороны подойду к ответу на ваш вопрос с нескольких сторон. И начну я, пожалуй, со страны мужчины вашего, потому что вопрос касается всё-таки именно его, да, то есть вас интересует именно его реакция, почему он так поступил. Вот, а после я добавлю уже кое-что, что мне кажется необходимым для того, чтобы вам понять, что происходит не только с его стороны, но и со своей стороны тоже. Это важно. Итак, вы пишете, что мужчина по СМС начал вас обвинять. В том, что вы не ценили его любовь, в том, что вы его не уважали, в том, что вы его, значит, как-то принижали. И, значит, так, не уважали, не ценили характер в свой спорт. О чём это говорит? В первую очередь это говорит о том, что человек имеет поведение жертвы, в первую очередь. Это означает, что мужчина в отношениях с вами вел себя как жертву. То есть он наступал на себя, он переступал через себя, он не позволял себе, быть тем, кто он есть. Он не позволял себе быть тем, кем он является. А мужчина делал это ради какой-то цели, цели, которая нам неведома, не зная, что естественно, что нормально. Но он это делал. Подобная позиция может с полным правом называться позицией жертвы, именно потому, что человек изначально в отношениях не проявляет себя таким, каким он может быть, каким он мог бы быть и так далее. И это связано с рядом причин. Это связано с целями мужчины. То есть цели здесь, они могут быть совершенно разными. Упирается все в то, почему я встречаюсь с этой женщиной именно. Почему я с ней, для чего я с ней, что я хочу с ней, что я хочу от нее. Вот. И, да, у мужчины копилось, да, у мужчины копилось, да, у него накапливалось недовольство вами, вами, очевидно, очевидно. Человек не мог позволить себе вам высказать то, что его не устраивало, по-видимому. Человек не мог позволить себе сказать все как есть, терпел и вот в итоге взорвался. Такие люди бывают. И надо сказать, что подсознательно такие люди хотят отношения разрушить. К сожалению. Потому что построение отношений и здоровое, это все-таки немножко другая позиция. Это немножко иная стратегия. Это немножко иное поведение. Ну а ваш мужчина, он решил действовать вот так. Что говорит о том, что вами, если он и дорожил, то весьма и весьма условно. И, скорее всего, воспринимал вас он тоже весьма и весьма условно. И воспринимал он вас, ну, скорее всего, в рамках определенных только своих целей, которые у него были. То есть вы, по его мнению, должны были выполнить определенные цели. Вы, по его мнению, должны были реализовать определенные цели. Вот. А какое-то время вы это делали, какое-то время вы с этим справлялись. Ну а потом, после этого, видимо, уже перестали и мужчине все сложнее и сложнее было удерживаться рядом с вами. Все сложнее и сложнее заставлять себя с вами быть. Вот. И по итогу это привело к тому, что он воспользовался ссорой и, значит, с вами расстался. Легко и безапелляционно. Вот. Можно только сказать, что мужчина перестал хотеть бороться, мужчина перестал вами дорожить. Все, что он сказал вам, все это он чувствовал сам. Ну, по принципу переноса. Люди говорят только то, что они чувствуют сами. Либо к счастью, либо к сожалению. Дальше. Не нашел сил сказать все спокойно в лицо. Ну, как это не странно, чтобы сказать в лицо, нужно свои чувства признать. Нужно признать, что вот есть я, что есть мои чувства какие-то, есть мои желания какие-то. Вот. Это нужно признать. Факт. 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 Наличие этого нужно признать. Вот. А мужчина этого сделать не может. Он не может признать свои чувства. И, соответственно, в силу того, что свои чувства мужчина признать не может, в силу этого он не может и вам сказать все в лицо. Потому что в таком случае он чувствовал бы себя как-то плохо, чувствовал бы себя как-то негативно, испытывал бы, например, вину, ну и так далее, так далее, так далее. Я не знаю, что там еще может быть у данного аспекта. Вот. Так что здесь история однозначно. Дальше. То, что вы не изменяли, не предавали вину свою, признали и принесли извинения, ничего не меняет. Для мужчины, по крайней мере, точно. Потому что это он решил. Понимаете? Это он решил. И будем честны для женщины вспыливать куда более, ну вот скажем так, естественно, чем для, например, мужчины. И вспыливающая женщина это означает, в принципе, здоровая женщина, не побоюсь сказать этого, не побоюсь сказать это слово, да? Здоровая женщина. Вот. Вот. И мне кажется, что тот факт, что вы не изменяли и так далее, и так далее, это абсолютно никакой роли не играло. То есть даже если бы вы изменяли, это было бы нелишающим фактором для вашего мужчины. Вот. Вместе с тем, решающим фактором для вашего мужчины является что-то другое. Что-то, что вы, судя по всему, не учли в своем видении его. Может быть это то, что сказал мой коллега, может быть это какие-то его цели, может быть что-то еще. К сожалению, все, что мы можем делать, касательно его поведения, это только гадать. И вопрос, на мой взгляд, вопрос вызывает то, почему вас интересует его позиция, почему вас интересует его поведение. Вопрос, на мой взгляд, вызывает то, что вы интересуетесь им причинами его выбора. Это означает акцент на нем, аниме в себе, что в свою очередь ведет к некой такой, скажем так, проблеме личных границ. Я бы это назвал так. То есть, вместо того, чтобы разобраться в себе, вместо того, чтобы понять, как так получилось, что вы пять лет потратили на человека, который вот так легко с вами расстался, а вы вместо этого пытаетесь понять, почему он так поступил. Здесь стоит задать вопрос, что вам даст понимание того, что он сделал. По сути, ничего. Ваши чувства, они останутся скорее всего такими же, потому что вам нужно просто прийти к определенному пониманию, что все это время мужчина действовал в рамках каких-то своих целей, желаний, все это время мужчина действовал так, как хотелось ему, все это время мужчина действовал по сути так, как ему было нужно. Вот. И в этих рамках мужчина, он, в общем-то, справлялся со своей задачей на все сто, а вы справлялись со своей задачей ответа на его цели тоже на все сто процентов. Вот. Как бы это не звучало странно, например, для вас. Да? Далее. Далее. Что хочется сказать про вас теперь. Вы пишете, произошла очередная ссора. Я в пыль его. Значит, очередная ссора, пишите вы. Если ссора очередная, то они, ну, уже были ссоры. А если ссоры уже были, значит, скорее всего, причины уссор тоже, ну, в некоторой степени, да, причины уссор одинаковые. Все. Как правило. Как правило, причины уссор, причины, как правило, одни и те. Всегда. Да. То есть, тут, конечно, возможны варианты некоторые. Вот. Но опыт мой, работая в отношении, говорит, что ссоры, они всегда имеют один несколько основных, значит, каких-то конфликтных противоречий. В своей основе. Эти противоречия, они просто-напросто, вот, не, ну, не решаются, да, не разрешаются, и люди из-за этого, собственно говоря, и продолжают ссориться, да, они из-за этого продолжают портить отношения. Вот. Уже искренне веря в то, что дело не в той причине, которая стоит за ссорой, да, а дело вот в более локальной проблеме, вот. Которая действительно там можно как-то подкорректировать. Вот. То есть, очередная ссора из-за чего? Вы говорите, что вы вспылили. Да? Почему, почему вы вспылили? Да? То есть, если вы вспылили, значит, ну, наверное, у вас были какие-то причины вспылить, значит, полагаю, что были какие-то проблемы у вас, были какие-то сложности, была какая-то неудовлетворенность. Раз вы вспылили. Вот. Я полагаю, так. Значит, смотрите, что происходит дальше. Дальше. Вы, значит, извинились, но это ничего не меняет. Потому что ваши извинения говорят о том, что вы сожалеете, но никаких решений по предотвращению, вот, повторений, повторений истории. Да? Вы не предлагаете. То есть, не было никаких принятых решений, которые бы позволяли думать, что ссор у вас больше не будет. И вспыливать вы больше не будете. Ну, о природе вспыливания можно говорить, да, то есть, что это за... Ну, откуда это и, может быть, это ваша черта характера такая, ну, то есть, просто вы просто эмоциональный человек, да, может быть, за этим что-то стоит. То есть, тут надо, конечно, конечно, смотреть, откуда что берёт на жену. Вот. Но я думаю, я думаю, что как минимум об этих моментах нужно вам подумать, подумать. Дальше. Вы говорите, что мужчина думал, долгое время думал о том, стоит ли ему вас прощать. Тут, честно скажу, возникло такое ощущение, что вы жертва. То есть, вы, конечно, как бы это сказать так, поступили не очень хорошо, в пыли, да, с точки зрения взрослого. Поведение, с точки зрения, ну, с точки зрения поведения взрослого человека, вы поступили не очень хорошо, и, в принципе, вам действительно можно измениться. Но то, что мужчина решал в течение недели прощать вас или нет, попакивает, честно говоря, манипуляции. Причем манипуляции такой, довольно, эти, привычные для него. То есть, я, конечно, не знаю, как вы выстраиваете отношения, может быть, для вас это нормально, но вообще-то, вообще-то, когда мужчина думает, в кавычках, прощать или нет, это означает, что он может простить только в том случае, если это будет ему выгодно. То есть, чувств там уже нет, как таковых. Чувств там уже нет от слова вообще. И для меня здесь важным является прояснение момента, как вы допустили такую ситуацию. Как вы допустили такую историю, да, такую историю, что, что мужчина вот так может себя вести с вами, что мужчина может думать неделями о том, прощать вас или нет, с полной уверенностью, что вы будете его ждать. Что, что это? Дань, там, например, я не знаю, пяти годам отношений, что вы с ним, например. Это страх остаться одной или что? Ну вот, вот что это? Как это? Понимаете? Ну вот это вот надо бы обязательно изучить, потому что здесь у вас есть какой-то вот свой внутренний конфликт, какая-то компенсация. То есть человек уверенный в себе и независимый, он подобное отношение к себе терпеть бы не стал, вот. А вы считаете? И после этого еще спрашиваете, соответственно, вот почему он, значит, вас бросил? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вам здесь вообще надо было бы самой его бросать после того, как он вот так вот себя повел, да? Ну, это я утрирую, чтобы вы правильно меня понимали, да? Это я утрирую. Это не совет бросать мужчине. Это как бы нужно показывать, как с вами можно, как с вами нельзя. То есть наличие личной границы. Вот. Вот. У вас. А... Должно быть. А... Как мне показалось, личной границы у вас нет. И, возможно, именно поэтому мужчина, мужчина в течение 5 лет так и не взял вас в жены. Возможно, именно поэтому, из-за того, что вы не соблюдали свою личную границу и не защищали свои интересы, мужчина и не удосудился сказать вам лично. То есть упала ваша самооценка. Он вас просто-напросто не ценил в последнее время. Вот. Опять же, я не знаю. Может быть, ситуация обстояла и по-другому. Мне это неведомо. Но я думаю, я думаю, что это как минимум показалось, в результате того, какие у вас могут быть проблемы. Да? Дальше. А... Значит... Отношение к ссорам. Как я уже сказал. Как сказал, точнее, мой коллега. Не я, а мой коллега. Отношение к ссорам у всех людей разное, собственно говоря. И здесь нужно понимать, что ваше поведение, каким бы хорошим оно ни было, ссоры не компенсирует. То есть вы здесь как будто старались своим поведением заслужить тот факт, что мужчина вас, ну, я не знаю, ну, например, не бросит. Допустим. То есть вы ему не изменяли, да? И все вот это вот делали, что вы перечислили. Эм... Столько. Столько. Для того, чтобы, эм... Не знаю, выслужиться перед ним. Так это выглядит. Ну, опять же, вопрос, да? А... А... Вы... Его потерять? А... Так боитесь? Или что? Понимаете? Ну, тут вот нужно обязательно этот момент определить. Ну, потому что он важен. Вот. И вам это будет полезно на будущее, да? И... Собственно, для здоровья своего тоже будет не лично эти моменты прояснить. Вот. Что это? С какой целью вы как бы оправдывает это? Знаете, это такая детская позиция. Немного детская ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ обязательно из-за ссоры. Да, он, конечно, сказал вам, что виноваты вы, но опять же, опять же, вы, как взрослый человек, должны понимать, что далеко не каждый может сказать, тем более мужчина, тем более, который уходит от своей женщины, да, то есть признаёт, что он, там, ну, что он не справляется, да, не справился, не справился с ней, женщина, вот. Далеко не каждый мужчина может честно-честно сказать, что он уходит не из-за неё, а из-за себя. Вот далеко не каждый мужчина может это сделать, к сожалению. И опять же, вам, как человеку, взрослому, нужно это понимать, а вы такое впечатление, что этого не понимаете, вы такое впечатление, что считаете, что если вот что-то произошло, да, то только из-за вас, только из-за вас, это вот вы, это я, это я виноват, я, всё, это моя вина. Вот. Понимаете? И здесь, конечно, здесь, конечно, вот с этим моментом я бы тоже поработал. То есть, позволить другому человеку делать выбор, позволить себе делать выбор, не всегда соответствующий желанием, там, я не знаю, пары, может быть, или чего-то ещё, вот, что, в принципе, вполне адекватно. Вот. И принимать выбор другого, и принимать выбор себя, свой выбор. И не считать, что все дела обязательно у вас. Но если вы это делаете, значит, за этим стоит какое-то ваше желание, которое нужно анализировать, да, потому что оно напрямую влияет на, ну, на то, как вы себя ведёте, с мужчинами, и, соответственно, может вас дискредитировать в этом, в этом смысле, может вас дискредитировать перед ними. Вот. Вот так. Так вот, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Информации, конечно, вы предоставили очень мало. Вот. Если вы хотите, вот прям, целенаправленно получить ответ на вопрос, почему мужчина поступил именно так, да, почему он бросил вас по СМС, вот, то я полагаю, что нужно побольше информации о нём, психологический портрет нужен его, ну, и, и хотя бы основной, основной информации по нашим отношениям, как развивались отношения, что между вами было общего, вот, и было ли, было ли вообще, общее, что вас объединяло, вот, ну и, собственно, что каждый из вас хотел. Об отношения я полагаю, что это тоже очень важно, потому что вы описываете очень кратко ситуацию, описываете только факты, вот, и при этом хотите узнать у нас причину, мне кажется, это запрос не к психологам, которые анализируют информацию полученную, да, вот, то есть, когда человек работает с психологом, ему нужно, нужно понимать, нужно понимать такую вещь, что от того, значит, насколько полную информацию предоставит клиент, насколько адекватную обратную связь даст психолог, вот, и, соответственно, ваша информация, она, ну, не может служить, не может отвечать этим критериям, да, то есть, она не полная очередь, вот, а ведь это, серьезно, да, 5 лет. Ну, кстати, не помню, поднимал я этот вопрос или нет, но по какой причине мужчина за 5 лет, что вы вместе, да, почему он не взял вас замуж за 5 лет, то есть, 5 лет для отношений это очень большой срок достаточно, и отношения, мне кажется, за 5 лет, они уже начинают пробуксовывать, также непонятно, жили ли вы вместе или нет, судя по тому, что он вам в ПСМС все сказал, вы за 5 лет даже, в общем-то, и вместе не жили, вот, а это тоже вопрос очень важный, очень важный, вот, и относится этот вопрос, опять же, к вам, к тому, как вы себя ставите в отношениях, как вы себя позиционируете в них, чего вы хотите от отношений, вот, и как вы защищаете свои интересы. На этом все, я надеюсь, что он помог вам, надеюсь, что хотя бы немножко прояснил ситуацию, которая у вас образовалась, вот, заранее прошу прощения, если это не тот ответ, который вам вы ожидали, которого бы вы хотели, но, как я уже сказал, на то есть объективные причины. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.